С нами ли Баку-ТВ? Здравствуйте, Мария Владимировна, Баку-ТВ, Сабин Дадашева. У нас сегодня один вопрос вот такой. Во время своего последнего визита в Ереван Алексей Аверчук озвучил цифры по товарообороту с Россией, и они превосходят предыдущие показатели, что говорит, безусловно, об активном, тесном, плодотворном экономическом взаимодействии Москвы и Еревана. Но вот по политическому направлению наблюдается какая-то противоположная картина, в частности, отдаление Армении от ОДКБ и сближение с Западом. Как, по-вашему, чем обусловлен такой яркий контраст? Ну, что касается товарооборота, здесь действительно все неплохо. За первые полугодия 2024 года он составил 8,3 миллиарда долларов. Были превышены показатели 2023 года. Стабильно обеспечивает рекордные темпы роста армянской экономики. Она показывает, этот показатель 10,4 процента. Только за первые полугодия. Собственно, Армения главный выгодоприобретатель евразийской интеграции. И по итогам 2023 года 37 процентов внешнего торгового оборота республики пришлось на партнеров как раз из ЕАЭС. А экспорт государства Союза вырос на 41 процент. Причем руководство республики хорошо это осознает, о чем свидетельствует высказывание премьер-министра Армении. В частности, вот он сделал заявление 18 сентября о том, что Армения не планирует сокращать объемы товарооборота и разрывать экономические связи с Россией и ЕАЭС. Что касается... Вы еще ОДКБ упомянули? Да, я сказала, что на политическое направление обратная картина. Вы знаете, меня что удивляет? Как будто ЕАЭС и ОДКБ – это какие-то разные страны. Как будто те страны, которые входят в ЕАЭС, они же входят в ОДКБ. Ну, понятно, есть нюансировки, но базово-то мы понимаем, о чем идет речь. Что костяк структур состоят из одних и тех же стран. О чем это говорит? Это говорит о том, о чем мы говорим постоянно. На как раз политику международную Армении пытаются оказывать давление со стороны Запада. И западники об этом говорят. Это не мы придумали, это прямые цитаты западных стран. О том, что они должны куда-то там увести Армению в другую сторону, переподчинить ее, так сказать, своим институциям, куда-то включить, но при этом обрезать ей возможности взаимодействия. Это прямая речь западных политиков, официальных лиц, лидеров разных стран и блоковых объединений. Поэтому, к сожалению, видимо, это находит отражение в политической риторике Еревана. Мне кажется, что еще нужно сказать о том, что касается ОДКБ, то это как будто какая-то намеренная дезинформация распространяется определенными политическими силами в Армении о том, что вот якобы причина в том, что не защитило ОДКБ Армению и так далее. Ну, это все неправда, потому что, мне кажется, мы неоднократно подробно рассказывали и об усилиях России, и об усилиях ОДКБ делились нашими оценками, принятых армянскими властями решений. И мы считаем, что периодически звучащие из Еревана претензии, но они просто даже абсурдны, потому что они не соответствуют фактам. Как бы то ни было, под этим предлогом руководство Армении стало ограничивать политический диалог. Вы правильно совершенно отметили. И межведомственное сотрудничество с Россией Ереван тоже почему-то сокращает. Говорит постоянно о заморозке участия в ОДКБ. На контрасте начало ускоренными темпами сближаться с Западом. Ну, это какая-то все манипулятивность в этом есть. Вы же тоже правильно сказали. Экономика показывает одно, показывает заинтересованность людей, компаний, бизнеса, в сближении, в укреплении связей. А почему-то политическая надстройка делает противоположное. Это же может и закончиться не очень хорошо. Есть такие противоречия в курсе Армении. Мы убеждены, что это не отвечает интересам армянского народа. Мы неизменно выступаем за полномасштабный двусторонний диалог, за сотрудничество, за возвращение от манипулятивной риторики к реальному полноценному взаимодействию, в том числе в работе ОДКБ. Ну, вы знаете, я еще раз повторю. Дело в том, что история знает немало, так сказать, примеров того, как подобные информационные манипуляции, информационные кампании, кампании дезинформации нужны были для прикрытия собственных ошибок, собственных политических расчетов. Ну, не буду дальше характеризовать возможные эпитеты, давать действия, но факты говорят сами за себя. Просто не нужно сейчас какие-то ошибки, которые были совершены политическими деятелями в Армении, списывать на других. Спасибо. Спасибо. С нами ли Бакут-ТВ, или у нас Бакут-ТВ было? С нами ли Верелк? Добрый день, Мария Владимировна. Да, у меня сегодня четыре вопроса. Начну с первого. На прошлой неделе я вас спрашивал про визит в Баку высокопоставленного представителя американской военной разведки. После этого Баку посетил уже глава МИ-6, глава британской разведки. И вот в этой связи хочется узнать, как вы прокомментируете вот такие зачастившие визиты в Баку высокопоставленных представителей разведок стран НАТО и не видят ли в этом Москве угрозы. Мы недавно давали оценку проводимой западной политики на Южном Кавказе. На примере визита в Баку главы Европейско-Евразийского центра разведывального управления Принобороны США. Теперь вот МИ-6 британская пожаловала туда же. Безусловно, подобные воежи представителей агрессивного военного блока не способствуют повышению стабильности и безопасности региона. И мы прекрасно все понимаем, что усилия западников в первую очередь направлены на дестабилизацию соседних с Россией стран, а не налаживанию сотрудничества с ними. В контактах с нашими азербайджанскими и другими партнерами на пространстве СНГ продолжим разъяснять риски углубления взаимодействия с НАТО, дочреватой утратой части национального суверенитета и внутриполитической турбулентностью. Второй вопрос. Вот сегодня азербайджанский коллега говорил про темпы рост товарооборота Армении и России. Но вот интересно, что ряд неправительственных организаций МПО Азербайджана направили открытое письмо руководителям ключевых ответственных структур по контролю за применением и исполнением санкций против России в США и Евросоюзе. Ну и пожаловались им, выросли серьезную обеспокоенность в связи с деятельностью Республики Армения, которая помогает России обходить вот эти антироссийские санкции, введенные из Запада. Учитывая, что все эти МПО получают финансирование от властей Азербайджана и учитывая политические реалии Азербайджана, где без одобрения официальных властей вряд ли они бы пошли на такой шаг, как вы прокомментируете не только антиармянский, но и фактически антироссийский шаг азербайджанских МПО и властей? Как же мне хочется, чтобы настали те времена, я говорю сейчас не о собственном комфорте, а о намного более важном, о глобальном процессе. Как же мне хочется, чтобы настали те времена, когда азербайджанские журналисты будут интересоваться российско-азербайджанской повесткой, а армянские журналисты будут интересоваться российско-армянской повесткой. Если кто-то приедет в Баку, об этом будут спрашивать не в Ереване, а если кто-то приедет в Ереван, об этом будут спрашивать не из Баку. Поверьте, мы отвечаем на все вопросы, но я искренне надеюсь, что такие времена настанут. Ради самого региона и ради огромного количества людей, друзей, союзников, партнёров, товарищей, с которыми у нас прекрасные отношения. Чтобы все жили в мире и никто никого ни в чём не уличал и не пытался как-то провокативно разыграть карту и так далее. Сохраняющиеся армяно-азербайджанские противоречия не должны наносить вред отношениям как Баку, так и Еревана с Россией. Мы понимаем, чья это задача, мы понимаем, кто за этим стоит. Запад, взаимные кляузы не приносят пользы ни армянскому, ни азербайджанскому обществу. А вот западники используют как раз это всё не то, что в своих интересах. Интерес у них в данном случае один – принести дестабилизацию в регион и нанести ущерб интересам нашей страны на Южном Кавказе. И данное обращение НПО, мы по нему доведём свои оценки до азербайджанских партнёров напрямую. Но в целом я характеризовал ситуацию. Мария Владимировна, ровно год назад в Арцахе были убиты несколько российских, азербайджанскими военнослужащими были убиты несколько российских миротворцев, в том числе замкомандующими миротворческими силами на Горном Карабахе, капитан первого ранга Иванков. Я вот выражаю вновь соболезнования всем погибших. Но встаёт такой вопрос. Я вот в открытых источниках искал, нет никакой информации, что убийц российских миротворцев в Азербайджане привлекли к уголовной ответственности и вынесли им переговоры. Не повторяется ли история с убийством российских вертолётчиков в ноябре 2020 года, когда тоже никого в Азербайджане не привлекли за это к ответственности? Хотя сам этот вертолёт был сбит на территории Республики Армения, в районе, где за все 44 дня войны 2020 года не было не то, что боевых действий, но даже каких-то перестрелок. Вот здесь тоже машина из миротворца из Белодня с огромными опознавательными знаками была в упор расстреляна. Причём так, что все погибли, даже раненых не было. Ваше мнение, почему их не привлекают к ответственности и с чем это связано? В Генеральной прокуратуре и следственные органы двух стран находятся в плотном контакте по этому вопросу, и расследование обстоятельств гибели миротворцев ведётся в рамках уголовных дел. Они возбуждены, эти уголовные дела, как в Азербайджане, так и в России. Мы ожидаем, что в скором времени начнётся судебная стадия. Мне кажется, это показательно будет. Я имею в виду не показательный суд, а именно показательно то, что это движение есть. И рассчитываем, что информация об этом обязательно будет также опубликована. С вертолётчиками это не случилось, хотя четыре года прошло. Я по этому вопросу вам предоставлю информацию после брифинга обязательно. И вот последний вопрос. Мария Владимировна, вы сегодня уже упоминали о сотрудничестве гор Украины с террористами в Идлибе, с террористической организацией «Хаят Аш-Шам» в Идлибе, что там находят 250 военных инструкторов, троны и даже идёт вербовка боевиков для переправки на Украину. Вот учитывая географию военно-политической реалии Идлиба, вот хочется узнать, Москва этот вопрос сам Корой обсуждала, ведь без содействия Турции такое количество украинских инструкторов не могло попасть к террористам в Идлибе. И точно так же террористы из Идлиба могут попасть в Украину только через Турцию. Как это было, например, во время 44-го дневной войны, когда даже российские официальные власти сообщали о том, что Турция переправляет боевиков из Сирии на горный Карабах, чтобы воевали в рядах Азербайджана. Турецкая сторона как-то объясняет это? Мы координируем подходы с турецкими партнёрами в процессе комплексного регулирования в Сирии, делаем это на двусторонней основе, делаем это в рамках астанинского формата. Мы удовлетворены российско-турецким взаимодействием в целом в этой области. Вместе с тем, конечно, в Идлибской зоне доэскалации сохраняются сложности с реализацией, имеющихся договорённостей, которые зафиксированы в российско-турецком меморандуме 2018 года и дополнительном протоколе к нему 2020 года. Речь идёт о необходимости обеспечения вывода боевиков, которые орудуют в неподконтрольных официальным властям регионах, в частности, в Идлибской зоне доэскалации. Что касается ещё одного нюанса, по поступающей информации, украинские спецслужбы плотно взаимодействуют с этими туристическими группировками, и, в частности, эмиссары Главного управления разведки и Минобороны Украины посещают эту зону для проведения контактов с главарями, включённых в сводный санкционный перечень Совета безопасности ООН Хаят Ахрир Ашам. Это бывшая Джапата Нусра. И делают это с целью вербовки радикалов для участия в боевых действиях против российских войск в зоне специальной военной операции и совершения тарактов, в том числе на территории Российской Федерации и, в первую очередь, против гражданского мирного населения. Сообщается о якобы проводимых украинскими спецпотразделениях и вылазках, нацеленных на объекты вооружённых сил России в Сирии, осуществление которых возможно лишь в тесной связке с действующими в Сирии террористами. Мы неоднократно указывали на факты сотрудничества Киева с разномастными террористическими группировками по всему миру при покровительстве западных спецслужб. Налицо преступное стремление хунта Зеленского приручить радикалов, направить их в такую разрушительную энергию в русло борьбы с нашей страной. Мы рассматриваем такое положение дел, как подтверждение истинной террористической сущности киевского режима. Она становится всё более и более очевидной уже и для мирового большинства. И считаем необходимым вновь подчеркнуть, что заигрывание с террористами не только представляет непосредственную опасность для мира и стабильности в регионе, дестабилизации на Ближнем Востоке, в других регионах мира, но это идёт всё в копилку общемирового террористического потенциала. Поэтому это глобальная проблема. Есть ли у нас репорт? Да, Мария Владимировна, добрый день. Информационное агентство «Репорт». Ранее Армения приобретала оружие в России, однако в последнее время официальный Ереван начал закупать вооружение у других производителей, в частности, таких как Индия и Франция. Кроме того, недавно была достигнута договорённость о поставках вооружения из Южной Кореи, а также ведутся аналогичные переговоры с Японией. Учитывая, что Армения не является членом УДКБ, как это вооружение будет интегрировано в систему и стандарты стран УДКБ? Так, ещё раз. Немножко сложный получился вопрос. Итак, раньше Армения заставила вооружение у России, теперь же у Франции и Индии. Кроме того, были достигнуты договорённости о поставках вооружения из Южной Кореи и аналогичные переговоры ведутся с Японией. Армения не является частью УДКБ. И учитывая, что Армения является частью этой организации... Я всё понимаю. Вы знаете, это, по-моему, как-то... На мой взгляд, я хочу просто оговориться, я не являюсь экспертом по стандартам вооружения. Я обязательно уточню. Но мне кажется, что вы так искусственно этот вопрос сформулировали. Но ещё раз. Я уточню, потому что очень тема чувствительная. Я у тех людей, которые этим занимаются специализированно, обязательно выясню. Но, честно говоря, если вы говорите прям о деталях, о конкретике, мне кажется, это искусственная формулировка вопроса. Если вы говорите о политической тенденции, тогда, наверное, я с вами согласна, потому что мы об этом говорим всё время. Вот эти все эксперименты с западниками и с натовцами, они приводят, особенно если речь идёт о странах этого региона, они приводят к одному, к обострению конфликта, а не к его урегулированию. Поэтому, приобретая, может быть, и оружие у Запада, вопрос в том, к чему это приведёт. Принесёт ли это мир в регион, принесёт ли это мир той стране, которая всё это приобретает, или, наоборот, это станет поводом для дальнейшей эскалации? Что касается стандартизации, я уточню. Спасибо большое. Спасибо вам. Так, с нами ли РУДАФ? С нами ли РУДАФ? Тогда, если нет, тогда с нами ли СИБИ СИТИВИ? Бриллиант Исламова с вами. Здравствуйте, Мария Магимировна. Как приятно, что с нами Бриллиант. Так, да, здравствуйте. Наш вопрос. На днях в Армении заявили, что власти страны предотвратили попытку госпереворота, участники которой якобы прошли трёхмесячное обучение в России. Президент Армении Никол Пашинян также заявил о разочаровании в ОТКБ и о возможных изменениях в сотрудничестве с данной организацией. Как Москва будет реагировать на подобные заявления со стороны Еревана? Удивительно, как меняются времена. Раньше я слышала от некоторых политических деятелей в Армении, что захват власти – это истинная демократия. Ну, вы знаете, стремление ряда армянских официальных лиц, ну, можно сказать, докрутить сообщения Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчёте, отыскать там, какие российские следы, абсурдные, ну, буквально не выдерживают, правда, никакой критики. На мой взгляд, это просто специально запущенный фейк. Мы неоднократно подчёркивали, что, в отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Да, прискорбно, что некоторые круги в республике берут на вооружение заезженную тактику западников, которые, ну, видимо, уже вот десятилетие, последнее точно, но и до этого прибегали к термину раскручивания русофобских настроений, поиска мнимой российской угрозы. Я, вот, понимаете, сегодня провела цифры. По зерновым 90% идёт из России в Армению. Ну, вот, это же то, что потребляется страной ежедневно, это то, что реально кормит и обеспечивает безопасность. И почему это не поставить на первое место нашего взаимодействия? Почему не поставить экономические показатели на первое место? А почему существующие проблемы не решать в взаимоуважительном ключе? Ответ простой. Логика подсказывает, что действительно так и надо было бы сделать. Существующие вопросы или проблемы решать за столом переговоров, а не отказываться от них. А если происходит иначе, значит, в другом суть, не в поиске развязок, а в попытке снять с себя ответственность за допущенные ошибки и переложить на других. Армении, мне кажется, нужно опасаться ни УДКБ, ни России. Ну, я говорю, это само по себе абсурдно, если мы туда поставляем продовольствие, торгуем, развиваем эту торговлю. Остаёмся ближайшим союзником по всем показателям. Нужно им опасаться Запада и их сателлитов, которые давно специализируются на инспирировании цветных революций. Посмотрите, и всех призываю посмотреть на Грузию, что там Запад устроил. Западники с лёгкостью кидают тех, кого ещё вчера называли друзьями и единомышленниками. Как только страна, государство начинает отставить национальные интересы, действовать в русле собственных целей и задач, тут же оказывается, что с Запада слезает эта овечья шкура, и там все видят эту волчью морду. Я не исключаю, что за этой топорно-сляпанной псевдосенсацией стоят консультанты западных служб. Их задача просто не допустить улучшения фона двусторонних отношений, в том числе с учётом предстоящих российско-армянских контактов на высшем и высоком уровне. Вы посмотрите, количество сотрудников американского посольства в Ереване, по-моему, 2000 человек. 2000 человек, представляете? Очень многие работают на информационном направлении. А теперь посмотрите на информационный фон в Армении. Уже становится всё более и более антироссийским. Но давайте всё-таки увяжем одно с другим. Появление такого количества американских дипломатов в Армении, которые специализируются на информационной работе, повлекло ухудшение не просто фона, а появление, очевидно, антироссийских заказных материалов, проплаченных антироссийских средств массовой информации, распространения русофобских настроений, искусственно внедрённых. Спасибо за комментарий. Спасибо вам. Так, давайте, вот, да, пожалуйста. Мария Владимировна, здравствуйте. Петров Сергей, news.ru. Вопрос. Ухранит в Армении свою наблюдательную миссию. Что думает об этом МИД Российской Федерации? Ну, МИД России думает, что уходи, уходи. А тем более, раз, так сказать, так всё было бездарно, так и уходить, наверное, надо по-тихому. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, вызывает удивление, что наши союзники, наши братья, наши партнёры, наши соседи, наши друзья, я имею в виду политическое руководство и, так сказать, официальных лиц и представителей, в том числе и общественности в Армении на это не реагируют. Это же сказано было, я так понимаю, на просторах Армении. Вы знаете, если бы, честно говоря, кто-нибудь в отношении наших друзей, тех людей, которые нам помогают, мало того, в отношении, если бы это сказано было, той страны, которая регулярно вступалась бы за нас, за наш народ, жертвуя своими же жизнями, такое было бы сказано в нашей стране, мы бы нашли возможность таких деятелей одёрнуть и напомнить им о том, что наша история не допускает подобного уничижительного отношения к ней со стороны третьих субъектов. Поэтому, что тут комментировать? Абсолютно бездарный, что касается дипломатии, деятель, который в очередной раз проявил свою бездарность. Незнание истории, незнание традиций. И, на мой взгляд, это было в отношении сказано России бездарно и глупо, а в отношении страны, которую он посещал, Армении, неуважительно. Но, с другой стороны, мы ведь фиксируем и неоднократно комментировали то, что западные страны не имеют иной повестки к этому региону, кроме как разрушительной. Всё, что им нужно, это только сталкивание стран этого региона. Они не помогают в развитии, они не помогают в решении проблем, они не готовы ложиться на абразуру для того, чтобы развести конфликтующие стороны. Понимаете? Они готовы только сталкивать, стравливать, унижать, оскорблять и разрушать. Вот это очередное проявление подобного. Ну, и вообще-то, после провала такого, который весь мир увидел в Париже при проведении международного события, когда в том числе и по дипломатической линии было очевидно, многие страны просто пришли в ужас, а многие участвовавшие главы государств сочли увиденное неуважением и оскорблением, говорить что-то, тем более заявлять подобное, вдвойне неуместно. Лучше работать над собственными ошибками вот этому вот, господи, человеку. А Киев и Запад сейчас ведут активную работу по институционализации брюнштокского процесса? Проводят разные мероприятия в рамках его так называемых треков. Как бы вы прокомментировали участие секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна в виде конференции, посвященной продовольственной безопасности в привязке к украинской формуле мира? Ну, честно говоря, я думала, что, учитывая, что мы информируем армянскую сторону регулярно, находимся в контактах, я думала, что эта информация доходит. И я думала, что в Ереване знают и о нашей позиции, и исходят из реалистичных оценок подобных авантюр. Мы думали, что они прекрасно понимают, что такие междусобойчики не имеют никакого отношения к поиску политического регулирования и установлению мира. Ну, видимо, не до всех доходят. И все участники этих сходок должны отдавать себе отчет в том, что разрешение конфликта без участия России невозможно. Это, в свою очередь, делает их априори и бессмысленными, и бесплодными. Кстати, примечательно, аналогичные суждения прозвучали из уст представителей ряда западных стран в ходе организованного армянскими властями 9-11 сентября Международного форума «Ереванский диалог». А вот вторая часть ответа на ваш вопрос, я хотела бы ее построить на основе следующего очень интересного факта. Вот вы сказали, что секретарь совбеза Армении принял участие в видеоконференции относительно продовольственной безопасности. Я просто хочу сказать, что давайте просто порассуждаем. Если люди заинтересованы в вопросах продовольственной безопасности, они должны как бы исходить из того, что с продовольственной безопасностью у себя в стране. Ну, я напомню, может быть, товарищ Армен Григорян не знает, что зерновые, которые идут в Армению, 90% по разным позициям идут от России. Может, тогда лучше с России выходить на связь по видеоконференции для обсуждения своей продовольственной безопасности? Ну, это по-честному. И это уважительно. Чего ж выступать и играть, и заниматься какими-то махинациями за спиной тех, кто тебя в том числе и кормит, обеспечивая твою продовольственную безопасность? Все, да? Последний вопрос еще один. А, еще. Как бы вы прокомментировали визит в Донбасс делегации Совета старейшин Еревана? Вы знаете, посещение, а оно состоялось на днях ДНР, ЛНР, делегации Совета старейшин Еревана, мы не просто приветствуем, мы полагаем, что это очень важный вклад в действительно дело мира, в дело настоящего уважения к правам человека, не мнимого, а настоящего. Мы убеждены, что встреча представителей Армении с руководством и широкими общественными кругами новых российских регионов позволила составить им собственное впечатление о событиях украинского кризиса. Это особенно важно на фоне, к сожалению, участившихся контактов армянских политиков и чиновников с киевским режимом. Вот то, о чем вы спрашивали буквально вопросом ранее. Особый акцент в поездке был сделан на сверхобразовании, культуре. Стороны говорили о важности защиты традиционных ценностей. Удалось подробно обсудить возможность участия армянских ребят в молодежных проектах, действующих на территории новых регионов. Ну и, конечно, отдельно хотелось бы выделить гуманитарную составляющую и передачу армянскими гостями медикаментов и других материалов, необходимых региональным медицинским учреждениям. Вот это и есть истинный дух российско-армянских отношений. Вот здесь нет манипуляции. Здесь есть открытость, откровенность, честность, правдивость и любовь людей друг к другу. И мы только можем приветствовать подобные контакты. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok